Датчане медленно, но верно, перевели игру на чужую половину поля, так было и во встрече. Финаль, показывая торбину. Долчок в спину. Наверное, это справедливо. Все-таки спалили, сверк, все-таки спалили. Что когда мяч бросается из-за боковой, нет положения вне игры. И, видимо, сенегальцы про это просто забыли. Вот видите, игрок так высоко. С Лёхтенко закончился контракт с Финордом и... Угадал. Хотя угадал, как теперь. Угадал, угадал, направление удара, но удар был очень сочин. Смотрим. Нет, плитное движение. Очень четко попал в угол. А вот сейчас мы видим, что практически шансов парировать. Навешивает. Нет. Нет, футболисты сенегаза уже подняли, скинули вверх руки. Посчитали, что мяч попал в ворота, но игра продолжается еще. Еще один удар. Еще, еще, нет. Браво, показывает. Хейнсек, капитан Дани выручил своего ронаря. И снова отпускает Томасона. Еще один удар. Одновой. Одновой арбитр зафиксировал положение вне игры. А Томасон получает... Он не слышал на самом деле этого свистка. Как хорошо будет. Бой. Граверский. Хорошая передача какая. А, защитник здесь успел, перекрыл зону. Удар. Лишний угол. Нет. Кто не отстил? Канатик экспорт. Вот он, удар. Они находятся в углу штрафной площади. Сейчас будут набирать все скорости. Вот по команде очень синхронно. Видите, сейчас уже в районе 11 метров отместки. Это создает явную опасность. Он пришлось оставаться одному и бороться за этот место. Такое впечатление, что куля иногда выпадает. Как не осталось. Я в поат играл. Ну. Нет, не получится здесь добить. Примерно 15 тысяч евро. Деньги совсем небольшие. Игроки сначала восприняли это в стяки, но после переговоров с министром спорта в Париже согласились чуть ли не пешком поехать в Японию, в Корею. Так что их тоже не балуют. А вот сейчас... Нет, не дойдет, значит. Нет, заходит все-таки до футболиста Синького. Как легко. Решил фальтеган. Там смело идет на бок. Вот снова передача. Снова выиграл мягко. Смотрите на протяжении спидбасса. Только вошел в игру и сразу такая передача. При чем легко ушел от игрока обороны, который пытался его остановить. Ну и сейчас, очевидно, посмотрим на этот момент. Атака с Синьегальцем продолжается. Фадига сейчас свечом навешивает. И вот удар с поворотом. Лево напрашивается. Здорово. Фадига пошел вперед. Посмотрите, Четверо против Троиц. И выход один на один. Гол. Лево не принесет. Так, удалось. Исправился. Это именно он нарушил правила на Томаспанде. И был назначен 11-метровый удар. Посмотрите, как включился. Причем именно он делал передачу налево. Именно он здорово сыграл в Казани, словно услышал вашу... Фадига отдал грамотную передачу в ногу. Посмотрите. Видите, как хорошо. Шведой. Шведой в дальний угол. Ну, Сёренсен был бессилен, конечно. По-моему, он устал уже. А вот эти атаки сходу... Поторопилился. О, ошибку сделаны. Ёргинсы. Вот так. Ну, а рот, Сёренсен, не ёргинсы. Ольсен понимает, что нужно менять в игре команды. Ошибка. Мяч, по-моему, направлялся в ворота. Как тут не вспомнить рикошет в игре США-Португалии. Вот она, выиграна борьба в воздухе. Выход один на один. Ещё. Он один. Давай страховать надо его. Упустили тигру. Можно только позавидовать такому тренеру. И удар по воротам. Точно. Прекрасную технику показывает. Я. И предупреждение. Красная карточка. Красная карточка показана. Ну, в общем-то, этот игрок с первой минуты. Он в непроходящий момент в жизни. Ой, очень грубо. Очень грубо. Буквально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Буквально. Продолжение следует... Продолжение следует...